В Астане накануне завершился саммит Шанхайской Организации Сотрудничества, который объединяет, не считая наблюдателей, теперь уже 10 стран, не только Азии, но и Европы. Итогом же стало подписание 25 соглашений практически по всем отраслям экономики. А вот что дадут эти договоренности организации в целом и Казахстану в частности, это попытался выяснить мой коллега Илья Кудряков. Экономика, экономика и обезопасность превыше всего. И тут важно рассматривать ее не только на уровне региона ШОС, но и в глобальном масштабе. Потому сразу несколько документов, подписанных на саммите, посвящены противодействию терроризму, сепаратизму, экстремизму и утверждению антинаркотической стратегии. Принято также решение о создании антинаркотического центра ШОС со штаб-квартирой в Душанбе. Эксперты говорят, тем самым организация может повлиять на ситуацию с наркобизнесом. Плюс ко всему преобразование претерпит региональный антитеррористический центр. В сегодняшних условиях это очень правильное и умное решение. Я думаю, что такая структура позволит сосредоточить работу по направлениям. Пройдет определенное время, нужно, чтобы она организовалась, чтобы определились страновые квоты, представительства. Ну и, соответственно, она начала работать. Для этого противостояния нужно позаботиться и о кибербезопасности, отмечают специалисты. Сейчас глобальную сеть можно использовать для самых разных целей, в том числе и преступных. Выступая на саммите, Касым Жомар Токаев предложил выработать специальный механизм постоянного обмена информацией, применения лучших практик и передового опыта в IT-сфере. И принятый на саммите план взаимодействия по вопросам обеспечения международной информационной безопасности отвечает этим целям. Шанхайская десятка имеет сильные экономические и развитые валюты. Президент, кстати, подчеркнул тот факт, что процесс перехода на расчеты в национальных валютах имеет положительную динамику. А потому торговля между участницами ШОС активно развивается. Только Казахстан по итогам прошлого года наторговал с партнерами по диалогу на 66 миллиардов долларов. Эксперты видят в этом куда больший потенциал. Очевидно, назрело такое решение, что нужно оформлять внутри ШОС новую архитектуру финансовую в первую очередь. Чтобы существовали инструменты, механизмы, через которые государства, члены ШОС могут относительно безопасно, не боясь санкций, вторичных санкций, производить взаиморасчеты и выстраивать, скажем так, новый каркас внутри Евразии. Среди соглашений сотрудничество в сфере энергетики. В составе ШОС как самые крупные в мире потребители электроэнергии, так и крупнейшие производители нефти и газа. И общий договор – это только первый шаг на пути решения энергетических проблем. Теперь странам предстоит разработать чёткий механизм использования энергоресурсов, отмечают иранские эксперты. Мы считаем, что решения, принимаемые в ШОС в отношении нефти и газа, а также подход, который будет принят в отношении этих вопросов на международной арене, имеют очень большое значение. И документ, подписанный на саммите, закладывает основу для будущего сотрудничества в этом секторе. Всего же на саммите было заключено 25 соглашений. И реализация самых перспективных поможет стабилизировать не только региональную, но и глобальную экономику. Впрочем, такое сотрудничество партнёров по ШОС и раньше демонстрировало хорошие результаты. К примеру, экономика стран-участниц выросла с 4 до 9%. А на саму организацию приходится треть всего ВВП мира и четверть объёма торговли.